Снова всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, продолжаем играть карьеру за Арсенал И сегодня у нас будет матч против Вест Брома, который находится аж на 18 строчке У ребят очень плохо, они очень много мячей пропускают, вы только вдумайтесь, минимум 2 мяча они пропускают в каждом из матчей То есть 23 пропущенных за 12 встреч и лишь один из забитых мячей, 9 очков Мы же находимся на 6 строчке и отстаем от лидера всего на 5 очков, очень большая плотность Посмотрите, от первого места фактически до 11, да, 8 очков разница 3 победы, допустим, совершит тот же Стоук Сити, 3 поражения сделает Манчестер Сити Все абсолютно быстро поменяется, но нам важнее всего наша игра, у нас много ничьих Вот 5 побед, 5 ничьих, 2 поражения всего лишь за чемпионат Сегодня я решил поставить довольно необычный состав, в основе будет Жиру Рэмси будет играть Цапа, так как он, ну, последний матч с Глотасарем, я думаю, многие видели, как он играл Клево забил, я решил его попробовать здесь впереди, у него, конечно, форма не очень дальше Кэмпбелл будет у нас в центре, чтобы, ну, такой бегунок, который будет с мячом пытаться прорываться, отдавать передачу вперед Корвали в опорке, Белерина попробуй сегодня справа, сейчас на воротах Акпом, скорее всего, выйдет на замену, хочется мне нападающих моих проверить резервных, прежде чем покупать Кого-либо в трансферном окно Я все-таки думаю купить Марка Ройса, и если мы сможем его как-то, ну, за счет продажи неосновных игроков купить Это будет очень классно, но вообще, наверное, поменяем на Месута Азила Так как Месут в этом сезоне, ну, и вообще, как-то я вот его реально не чувствую, как Игрока, который будет что-либо решать, даже если по статистикам смотреть У него, конечно, 6,3, но это потому, что он, в принципе, сейчас стал мало выходить, но вообще У него нет роста, например, как у того же Санчеса, да, 21 матч, 10 голов, 7 голевых Дипай, 9 голов, 1 голевая Ну, это именно атака, да, Уилшир, 18 матчей провел Один гол забил, а, или, точнее, даже одну голевую отдал Но он фактически опорник играет, так что здесь никаких проблем Лукаш Подольский всего лишь в одной встрече у нас вышел Сегодня я надеюсь его выпустить Томаш Рассицкий, 4 встречи, 1 гол Сантика Сорл, 12 встреч, 2 мяча Ну и Месута Зил Где же у нас Месута Зил? 16 встреч, 1 гол, 3 голевых 6,5 общий рейтинг Не знаю, для игрока с рейтингом 86 Конечно, большего хочется от него Ну ладно, в общем, поехали Матч против Фест Бромвича Приедем мы к ним в гости Поэтому и в форме будем гостевой играть Они будут в красный, я думаю Ну и Что у нас там по погоде Пасмурно, легендарный 9 минут Все, в общем, как обычно, 29 ноября Поехали Итак, 13-й тур Чемпионат Англии Вест Бромвич Альбион Принимает Арсенал Вперед, за победой Три очка нам сегодня очень нужны И немного такой интересный стартовый состав Я думаю, не помешает нам эти три очка добыть Мемфис Депай Шикарная передача на Жиру А у него левая нога-то сумасшедшая просто И это пенальти Оливье Жиру Зарабатывает пенальти на 8-й минуте матча И капитан Вест Бромвич Фалит Интересно, какую же карточку покажет ему Арбитр Или вообще обойдется без карточки Ну да, здесь он пытался дотянуться И Жиру по мячу не попал Из-за того, что на нем как раз был фол Алексис Санчес готовится пробить А мне все интересно Будет ли наказание для защитника Нет, все-таки Арбитр решил не удалять его В начале встречи Алексис Санчес Выше ворот Пережал я Ой, пережал стик Да Первый промазанный пенальти И не забитый пенальти Наверное, вообще у нас в карьере Я просто не помню, что до этого мы не попадали Обычно, если есть пенальти То мы его забиваем Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет Опасный момент И классный был Вестброма К счастью для нас Забить у них не получилось Ой, нет-нет-нет-нет Раскатывает Вестбром Полная неразбериха на защите Реально, раза три могли Вот здесь могли забивать Здесь могли забивать И он еще откатил пас Фактически на пустые ворота И это ошибка Беллерина Да, которую я поставил В основе сегодня Он С правого фланга Зачем-то взял Ушел в центр И в итоге позицию потерял Рэмси Мы знаем, какой у него Классный дальний удар Может попробовать Ну, неплохо И вот 0-1 Не забит пенальти Не использованы Свои моменты Какие-то А Вестбром Берет и забивает Сосиньон получает Желтую карточку За подкат Против Косиньи Сантриполе Косиньи его Опередило Откатывал пас назад Но Сосиньон решил сфалить Вот здесь, посмотрите Опережал его Уже пас отдавал Ненужный фон Хорошо, что Желтую карточку Получают они Рэмси Депай Ох как Ой, какие финты здесь Заложил жиру Санчес Удар Неожиданный Вратарь действительно Не ожидал Мяч не смог зафиксировать Угловой Честный Выручает нас В который раз Как-то Слишком просто Получается У Вестбромича Доходить до наших ворот Буквально Один человек Ведет мяч Я пытаюсь Как-то партнеров Их по команде Прикрыть Но в итоге Это не получается Они дают пас И бьют Так вот Все просто Но я вообще Не ощущал скорости Учитывая, что У нас есть Кэмпбелл Рэмси бегает Очень медленно Выпущу Чимберлена И Оливье Жеру Тоже вообще Ничего не показал Не знаю Брать его Подольский Поставлю в центр Атаки Сегодня у нас Очень экспериментальная Позиция Форварда Да, задействована Те игроки Которые Очень мало Играли в сезоне Уолбеку я решил Дать отдохнуть Так как у нас Там кубковый матч Скоро С Ньюкаслом Алексей Санчес Хорошо проходит И Ах Ну Леска Ты что Будешь с тобой Делать На долю секунды Я не успел То есть Нажимал уже пас И Леск Отмечет А брал А вот здесь Неплохо Нет ли офсайда Нет вроде бы Офсайда У Подольский Нужно под левую Но нет Он бьет правой И это гол И это Все равно гол Лукаш Подольский 1-1 Сравнивает счет Поляк Ну тот который немец Но мы все знаем Что корни то у него Польские Лукаш Подольский С правой пробил И ох Как здесь хорошо Что мяч Буквально Нырнул под руку Голкиперу Да Я то Честно говоря Уже подумал Что все Нет здесь забитого мяча Но он есть И не было офсайда Отлично Лукаш Подольский Сравнивает счет Первый его гол В чемпионате Англии Во втором матче Депай Навес Ну уже Подольский Куда же ты прыгаешь А там защитник Чуть свои не забил Вот это да Будет угловой Но я надеюсь Что покажут нам повтор Нет нам показывают Повтор забитого мяча Лукаш Подольский Да Хороший такой Пировой гол Депай Прыгнул Здесь ему сложно Было побороться Как мне кажется Синьон Штрафной Навес Тут опять игрок открыт Благо Кэмпбелл Вернулся в Белерин Матч этот Пока что проваливает Одно было у него Хорошее действие Но все остальное Он постоянно Упускает соперников На фланге Тем временем В Эсбромище Замена была Очень неудачно Мяч отскакивает Прямо к игрокам В Эсбромище Что вот это Мулумбу По-моему Он как раз Только что вышел На замену И первым касанием Мог забивать Ксения Отличная скидка Прямо на идею Варелла Честный Отбил Мне кажется Сосынион Хотел пенальти Но он сам налетел На Честного Чинбурлен Хорошо Депай Мемфис Депай Сам знает Что и как делать Но это его гол Это его гол Это 2-1 Мемфис Депай Шикарно Просто шикарно 78-ая минута Арсенал выходит вперед Посмотрите Он все сделал сам Обыграл защитника Сделал пару Интересных движений Вокруг мяча И Пожалуйста В дальний угол Залетает мяч Гол Имени Мемфиса Депай Шестой его мяч В чемпионате А тем временем Я думаю Что самое то Было бы Карвали заменить И выпустить Вместо него Серджи Роберто Потому что Чувствовал я Что уже не хватает Скорости Но больше я Наверное никого Не смогу заменить Так как Две замены Уже было сделано Ну что ж 12 минут Осталось только Не пропустить Чимберлен хорошо Успел Ах А вот передачка Поторопился я Ворелла Сосиньон Очень хорошо Они мяч контролируют Отлично Подольский Подольский Ну же Один в один По факту Убегай от защитника Убегай 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 Слева давай Сейф Ну и удар В принципе Процент прошелся Замена у вас Брома Якоб Уходит с поля Вместо него Гарднер Белерин Вроде бы теряет мяч Но пусть пробьет Слева Подольский Не знает что делать Потерял мяч Белерин Пас на Подольский Давай справой Дэниелс Отбивает Это угловой Алексей Санчес Пас на Чимберлена Тот проходит Мимо защитника Бьет Еще один Сейф Нам выгодно Пока Последние минуты Матча проходят Мы в атаке Находимся В штрафной площади Соперник С мячом Серджио Барту Отлично Отбор Ну же Все Это пас на гол Это должен быть Пас на гол Подольский Мешал ему защитник Чтобы хорошо Ну не знаю Я оцениваю Игру Подольский В этом матче Как очень хорошую Вышел на второй тайм Забил гол Создавал Обороне противника Много сложностей И еще пару моментов Имел для взятия Теперь Железкот В атаку пришел Вроде бы отбились Но нет Честный Делает финальный сейв И кто-то из игроков Эсбромича Травмируется Здесь столкновение С Белерином И Чемберсом Надеюсь что ничего Не серьезного А у нас угловой Вратарь пришел В нашу штрафную площадь Кэмпбелл не получилось Честный Мяч ушел Надеюсь не от нас Нет Мяч ушел от нас Еще один угловой Вот это матч Вот это концовочка Отбиться Нет Мемфис Депай Здесь Мулумбу Центр Честно еще один сейв Честно сегодня Сейв наверное 15 сделал Да Мы побеждаем Если бы мы забили Пенальти Я думаю все Сложилось бы иначе А так Весбромич почувствовал Какое-то психологическое Преимущество И Очень неплохо действовал Давил Во втором тайминг Особенно сильно Не знаю Здесь Надо было конечно Забивать Моя ошибка Вот Хороший момент Который сделал Белерин Все остальное Он Упускал Постоянно нападающих Со своего фланга И в итоге К нам беда-то и пришла Посмотрите Где должен быть Белерин И почему Он в центре поля Подкатывается Полста Синьона Итак Равная игра Посмотрите Насколько равная игра Да По 13 ударов Мы нанесли У нас было на 1 удар В створ больше Чуть больше владели Мечом Весбром Но они дома В принципе Здесь все понятно Так И хотелось бы посмотреть Сейв Честного Да Раз Сейв Два Сейв Примерно похожие Моменты Да 3 Сейв Честно Сегодня Очень шикарно Подграл Дальше Голукш Подольский Санчо Сделает Голевой пас Подольский Проходит И пробивает Дальше Мулум Буду Ажито Промахивался Гол Дупая Ну это конечно Вообще Что-то с чем-то Мемфис Здесь Все сделал Сам Ради этого Я его покупал Чтобы он мог В сольном проходе Вот так вот На финтах Проходить с ланга В центр И забивать Дальше Тут уже Дэниелс У вас бромнич Сейвил Здесь такие удары Были конечно Простенькие Но все равно Здесь подольский Просто не хотел Спросить Смотрите Варелла Его накрывал Игрок Атаки Вернулся Сейвы Которые Предопределили Нашу победу Первый сейв И второй сейв Честно Я думаю Что он лучшим Игроком матча стал Хотелось бы Посмотреть на рейтинг Да В этих Честно 8.0 9 сейвов Он совершил Также я для себя Узнал Что Оливье Жиру Все таки Не тянет Вообще С его скоростью 69 Он очень громоздко Чувствуется Я прям Очень некомфортно Им играть Вильям Карвалью Получает травму На 6 недель Выбывают Основной Наш опорник Ну что Что ты будешь Делать Теперь Ситуация Очень плоха Так как Мы помним Что у нас Также сломан Маланда Опорник Которого я брал На замену Фактически Если вдруг Что-то Произойдет Вильям Карвалью Вот пожалуйста Теперь у меня Оба опорника Сломаны Да Печально Конечно Это все Очень печально Что-то Что-то Пождесят Ну Серджи Роберто Здесь естественно Несут Азил Рэмси тоже Не особо Утян Кэмпбелл Вроде бы Бегал Вроде бы Что-то Утворял Но Тоже Как-то Я не заметил У особой активности Акпом Не будет На нас Играть В атаке Будет играть В атаке На следующий матч Конечно же Дани Уэлбек Дышили Будет справа Эксперимент С Белерином Также я считаю Для себя Успешным Потому что Я понял Что этот игрок Не то Что нам нужно Монреаль Дебюши Тоже Пока не знаю Что с ними делать Наверное В составе Все-таки Буду их Оставлять Может быть Дебюши Попробовать Налево Поставить Но нет Может ли он Играть Еще и лево Нет Только правый Защитник Там будет Некомфортно Стэл Волк Там непонятно Мартинеса Нужно будет Продавать Потому что Ну я видел Как он стоит В реальной жизни И это Очень плохо Без слез Как говорится Не взглянешь Мартин Цинди Если что На замену Наверное Выйдет Не часто я меняю И Сантика Сорла Который тоже Чувствуется Очень медленным Игроком Хоть у него и хорошие Пассы Но Правда Не очень комфортно Играть Вот таким будет Наш состав На следующий матч А следующий матч Действительно важный Против Ньюкасла В кубке Сейчас я конечно Хотел бы посмотреть На таблицу В чемпионате Англии Что же у нас там происходит Я выбрал не таблицу В Capital One Cup Мы играем В 1-4 Уже Так Лига чемпионов Лига Европы Итак В таблице Мы на пятой строчке 6 побед 5 ничей 2 поражения 21 забит 14 пропущенных 7 разницы мячей 23 очка У нас Tottenham Имеет Такую же статистику Как и мы Разве что Забили они Чуть больше И поэтому По дополнительному показателю Они выше нас Ставят в ранге А так мы По сути на четвертой строчке А самое Это интересно Что Челси Манчестер Сити По ходу Свои матчи Недавнешние Проиграли Вы представляете И мы к ним Теперь вплотную Приблизились Ну-ка Смотрим Так 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 Манчестер Сити Саут Гемптону Проиграл 1-2 Молодцы Святые Классно Сыграли Так И Челси С Сандерлендом Сыграл Ничью Да Челси Это не проиграл Челси Сыграл Ничью Слушайте Это Очень классно Очень классно Что Основные наши Конкуренты Оступились Но нам Конечно же Нужно будет Играть против Нью-Касла Дома Уже в следующей серии Надеюсь вам понравилась Эта серия Поставьте палец вверх И увидимся Через некоторое время С вами был Джек Шепард Счастливо